Привет, с вами Велсаком, всё, доигрались, теперь буду вести новости я, больше никаких красивых девушек, теперь будет Валя бородатой, я даже мыться не буду неделю специально, чтобы вот, соответственно, сесть и так, как, знаешь, некоторые делают, типа, что ты мне пишешь? Я почитал комментарии к предыдущему выпуску, и вы чё там вообще охренели? Вот, Алекс пишет, как можно иметь такие глаза, это вообще за... Спасибо, Алекс, я тебе потом скину свой номер. Другой я имел ввиду, вот этот, вот. Скучно рассказывает, вообще неинтересно, так не смотри, ну, то есть, как быть, я же никто за никакие места не призывает. С другой стороны, может, какие-то места, конечно, и призывают. Микс пишет, тёлка эта только портит этот канал, come on, опять же, ну, ты не смотри, мне нравится, я смотрю сам, я вижу хороший отклик, я вижу адекватных людей, которые говорят, это отличный формат, я посмотрел новости, узнал всё самое интересное и пошёл дальше. Вот так это и работает. И первая новость, как нельзя, кстати, про огнемёт Илона нашего Маска, и он там уже вообще продаётся во всём... Ладно, Валь, всё-таки ж подписчики наши любимые, давай простим их. Да, любимые, действительно, без вас бы ничего бы этого не было, ставьте лайки. Ну чё, Валь, теперь вместе будем новости вести. Нет, я сваливаю. Вот спасибо, Валя, защитил единственную женщину на канале. Теперь вы, кстати, можете заценить, как выглядит Вален стул. Приехала и вам показала профит. Вы-то его, небось, годами не видели за мощной спиной. И, кстати, понятно почему, тут вон по офису куча коробок от пиццы Папа Джонс валяются. Мне, кстати, тоже заказали. Говорят, одна из самых качественных и вкусных пицц в городе. Сейчас заценю. А реально хорошая? Не обманули, в доставках такое редко бывает. Аж пожую. У нас в Киеве есть Папа Джонс. Ну, типа, как кроссовки Абибас. Да, и рядом не стоит. Короче, рекомендую. Я хоть и дрыщ, но пиццу люблю, уважаю и толку не знаю. И тут главное соблюсти пропорции. Особенно это относится к тесту. И еще в Папа Джонс при заказе от 899 рублей по промокоду ВИЛСА можно получить 30-сантиметровую пиццу в подарок. Так что прямо сейчас можно поставить видос на паузу, заказать и продолжить просмотр в компании теплой и ароматной пиццы. Ну что, заказали? Тогда к новостям. Ребят, можно уже впускать Валю, я пиццу отсняла. Чем больше читаю новостей про Apple, тем больше проникаюсь какой-то безысходностью и ощущением все плохо. И вот слухи о том, что в iOS 12 купертиновцы сконцентрируются не на новых фишках, а на стабильности, скорости и автономности. Хотя, подождите, это же хорошие новости. Впрочем, iOS 10 тоже не была напичкана новыми фишками, зато обещали скорость и стабильность, но у iPhone 7 из коробки дико лагал, а в божеский вид систему перевели только в 10.3. В итоге, правда, получилась самая стабильная iOS со времен шестерки, и жаль, что на нее нельзя откатиться. Надеюсь, с iOS 12 у Apple сразу получится. Десятка даже на 11.2.5 работает хреново, то лагает, то вдруг начинает жрать батарейку. Да, все это лечится периодической перезагрузкой, но камон, это смартфон за полторы тысячи баксов. Валя себе поставил бетку 11.3, там вроде все получше, но и от нее у него периодически горит. Валь, сможет Apple все починить еще в iOS 11 и добавить нового в 12? Или такие тупо год ждать стабильный 12.3? Что ж, меня все время отвлекаете? Я считаю, что iOS 12 должна, конечно же, исправлять все эти баги, которые мы с вами последние пару версий просто уже не можем терпеть. Десятка родилась только к 3.3 версии. iOS 11.3 еще ждать. Что происходит, Apple? Почему полгода вам нужно раскачаться для того, чтобы пофиксить все эти проблемы? Что за хрень? Если в 12 вы сконцентрируетесь на плавности работы интерфейса, я скажу вам спасибо. Мне не нужны новые функции, забейте, и так все нормально, меня все устраивает. Ну, чтобы не лагали экраны, чтобы вот все было как надо. Батареечка держала. Тим Кук, Фил Шиллер, Крейг Федериги. Парни, соберитесь как-нибудь там, не знаю, что вы там делаете обычно, когда собираетесь. И сделайте нам хорошо. Ну, вперед. Не уверена, что многие из вас это помнят, но одно время топовыми форматами для телефона были раскладушка и слайдер. У Самсунга вон почти все флагманы были такими. С приходом смартфонов слайдеры эволюционировали в боковые, с выезжающей клавиатурой. Но в таком виде они просуществовали недолго, и в итоге все превратилось в одинаковые черные кирпичи. Но, кажется, мода на тонкие рамки дает слайдерам еще один шанс. В Doogee решили не лепить моно-бровь, делать мощный подбородок, а поднять древние чертежи, забацать слайдер и спрятать в него фронтальную камеру и микрофон. Нужно сделать селфи или ответить на вызов? Достаточно одного легкого и стильного движения. Даже странно, что раньше всех до этого додумались китайцы, причем не первого эшелона. Выделились из общей массы форм-фактором, при этом сделали самый безрамочный смартфон на рынке, еще и со сканером отпечатка в экране. Ну, точнее, как сделали, сделают. Это всего лишь утечка будущего флагмана Doogee Mix 4. На первый взгляд аппарат прям огонь. Но пара вопросиков у меня все же есть. Прежде всего, к надежности конструкции и качеству изготовления. Не будет ли оно болтаться, не развалится ли через месяц, это ж чистый Китай. Скоро узнаем. Или не скоро? Потому что по плану у китайцев Doogee Mix 3. И он тоже будет с...эм...особенностями. Как вам, например, камера на ножке? Перебрасывай себе ее хош вперед, хош назад. Вопросов к надежности тоже немало, но зато оригинально. Doogee, может ну его? Может все-таки челочку? А, и такое есть. Ну ладно. Вся эта крипта пузырь, бесполезный набор единичек и ноликов, а я всегда знала, что за ней будущее. И пусть биткоин сильно упал и сейчас стоит около 9 тысяч, зато на днях, благодаря криптовалюте, за 6 миллионов долларов был продан самый дорогостоящий пенис в мире. По крайней мере, так писали в новостях. Но обо всем по порядку. 20 января литовский стартап Prodeum, планировавший создать продвинутую систему маркировки овощей, начал продажу своих токенов. Да не удивляйтесь, в интернете не с такой целью можно попытаться поднять денег. Сбор инвестиций должен был продолжаться до 13 марта, но уже через 8 дней с сайта пропала вся информация и осталась только самое важное. Да, тот самый пенис. Тут же разгорелся скандал, мол, ребята успели поднять 6 миллионов, но банальная проверка кошелька проекта показывает, что стартаперы в лучшем случае получили эквивалент 3 тысяч долларов. Видать, не на такой успех на фоне проектов, собирающих по 50 миллионов за 12 минут они рассчитывали, психанули и свалили, с кем не бывает. В следующий раз рекомендуем обещать светлое будущее для всего человечества, прорыв в медицине и хранении данных и коммуникации, ну как у 90% всех криптовалютных стартапов. Уверена, с таким посылом пенис на главной странице появился бы много позже, а то какая-то маркировка овощей. Мелко. Кстати, на этом фоне фейсбук запретил в своих сервисах рекламу бинарных опционов, ICO и вообще всего, что связано с криптовалютами. Говорят, мол, хотят уберечь пользователей от обмана и мошеннических схем. Обидно немного за Алекса Липински и прочих ребят, которых я вижу чаще, чем маму, но чего у них еще остался гугл и ютуб. Сам Цукерберг при этом не против крипты, недавно подтапливал за нее и даже рассматривал возможности ее применения в своей соцсеточке. Отправил бы он ICO по сбору средств на разработку понятного и удобного интерфейса фейсбука, уверенно собрал бы миллиарды. О, пока снимали новость, биток уже почти 8 тысяч, но ничего, может к концу выпуска отрастет. Можно по-разному относиться к Илону нашему «Все Маску», но невозможно отрицать, что этот парень умеет продавать и развлекаться продаваючи. В прошлом году он начал продавать скучные кепки по 20 долларов и заявил, что как только будет продана 50-тысячная кепка, компания начнет продавать огнеметы. Никто не воспринял это заявление всерьез, но оказывается Маск не шутил. И на днях скучная компания таки начала собирать предзаказы на самый безопасный в мире огнемет за 500 долларов и на огнетушитель со стикером и удобной кнопкой за 30 долларов. Конструкция огнемета довольно проста. Горелка, да, страйкбольная винтовка, но выглядит чертовски круто. И поэтому всего через 100 часов все 20 тысяч штук были распроданы, а вот огнетушитель заказывали слабо, и в итоге его решили подарить всем оставившим предзаказ. Думаете, на этом история закончилась? Ха! Илон в твиттере поведал о новой проблеме. Некоторые таможенные службы, к сожалению, не разрешают перевозить то, на чем написано огнемет. Наш, точнее мой личный герой, не растерялся и предложил сразу два варианта решения вопроса. Прямо в названии указать «это не огнемет», либо поменять номенклатуру на «прибор для улучшения температуры». И в итоге выбрал первое, чем в очередной раз сильно повеселил аудиторию соцсетей. Итого, чего добился Маск одной своей шуточкой? Поднял он невероятный информационный шум, привлек внимание к себе и своей компании, собрал кучу лайков, еще и заработал почти 10 миллионов долларов. Что тут сказать? Гений, плейбой и филантроп. В прошлом выпуске я обещала, что иногда буду отвечать на вопросы, которые должны были попасть в несостоявшийся предновогодний выпуск. И раз уж я тут в Москве рядом с Валей, то грех не ответить на вот это. Олег Денисенко. Наташа, вопрос. Как ты познакомилась с Вилсаком и чем он тебя подкупил? У вас ведь на Розетке много работы было? Помню, гуляла как-то по супермаркету и тут вижу, идет. Слегка перекатываясь, пухлый, милый человечек с бородой. Наши взгляды встретились и я поняла, между нами есть связь. Тогда я еще не знала, что этим человеком был Вилсаком. Ладно, на самом деле все довольно просто. Года три назад Розетка решила сделать взаимовыгодную коллаборацию с Вилсой. На тот момент по подпискам мы отличались тысяч на двести, а не как сейчас в четыре с половиной раза. И поэтому Валентину это было интересно, плюс у него намечался митап в Киеве, так что он в любом случае планировал к нам ехать. А, ну и занесли, наверное, шо-то, это же Валя, ему все заносят. Вот так и познакомились и, наверное, после коллаборации наши пути разошлись бы, если бы Валя и его жена не оказались милейшими и приятнейшими людьми, которые меня просто покорили. Мы тогда даже немного забыли про работу, протусили пару дней и снимали все в последний момент. После виделись на выставке в Барселоне с дроидерами, Лучковым, другими ребятами, ходили на пляж. И вот в одной из бесед родилась идея поработать вместе. Потом, через год, на том же месте прозвучало такое же предложение, и спустя какое-то время, благодаря настойчивости темной лошадки и вилсаком, мы таки сняли первый выпуск. Почему мы столько откладывали? Ну, мне просто было страшно, и я переживала, что Валена аудитория мне не примет и втопчет в грязь. Хорошо, что это не так. А уж чем подкупил? Ну, подумайте сами. Самый популярный и, как говорят, богатый техноблогер. Что же он мог мне предложить? Тут скорее вопрос, почему я. Многие комментаторы тоже его задают. В какой-то момент мне стали приходить сообщения от странной девушки. Она мне писала, постоянно присылала свои фотографии. Я сначала пытался игнорировать, потом заинтересовался, потом стал слать свои фотки. Ну, короче, как-то так получилось. Потом мы дошли до состояния, когда уже нужно было встречаться в реале, конечно. Потому что дальше было сложно держать это в себе. В кино на этой неделе все еще можно попасть на форму воды, пока очередной зомбоящик не отобрал у нее оставшиеся сеансы. В этом году форма стала лидером по количеству номинаций на Оскар, и я этому слегка удивлена. Нет, фильм, несомненно, хорош. Красивая сказка для взрослых от признанного мастера этого жанра Гильермо Дель Торо. Персонажи запоминающиеся, слегка они от мира сего, за ними интересно наблюдать. Несмотря на то, что сюжет довольно предсказуем, но блин, 13 номинаций для ремейка Ихтиандра. По мне тут нет сопереживаний и глубоких эмоций, просто приятное, качественное, но не особо запоминающееся кино. Возможно, это просто я не разобралась. Вот поэтому и рекомендую сходить, и может вы увидите в форме воды то, что разглядели в ней киноакадемики. Последняя рубрика у нас обычно музыкальная рекомендация. Как ты знаешь, Валя, я веду очень популярный с недавнего времени музыкальный телеграм-канал «Музкультура». Знаю. Хороший, я его читаю. Подпишись. А посоветуй, пожалуйста, нашим подписчикам, что ты слушаешь свою музычку какую-то. Вот ты знаешь, я как раз без шуток слежу за твоим телеграм-каналом, потому что у меня со своим вкусом очень плохо в этом вопросе. Я слушаю себе какую-нибудь позорную альтернативу, там, каких-нибудь Imagine Dragons и прочую хрень. На самом деле то, что мне рекомендует Apple Music, я когда-то вбил туда пяток артистов, и этого оказалось достаточно. Поэтому у меня ничего сверхинтересного нет, и мне даже стыдно говорить о том, о том я сейчас в комментариях понапишут, какой я бестолковый меломан. Поэтому лучше ограничимся твоим телеграм-каналом. Саундтрек из FIFA слушаешь? Да, отлично, кстати. Кроме шуток, из GTA 5. Вообще загружаешь просто два часа и едешь, отлично. Но на самом деле я действительно небольшой меломан, и мне достаточно какой-нибудь попсы а-ля топ-10 композиции, там, вот, что в iTunes и бывает, я то и слушаю. Ну, раз уж Валя мне так доверяет, то я постараюсь его не подвести и порекомендую вам проект Tropics с альбомом Rapture. Если начать подбирать синонимы к этой музыке, то это будут слова приятно, мелодично, расслабляюще, красиво и оригинально. Лично я готова слушать Tropics чем бы ни занималась, но лучше всего их теплое звучание подходит для дальней дороги, особенно в такую погоду, как сейчас. Ну что ж, друзья, это был не то чтобы специальный выпуск, мы просто решили снова с вами поговорить на чистоту. Смотрите новости, пишите в комментариях какие-то предложения, мы читаем с удовольствием позитивные вещи, критические. Обязательно пишите нам, что можно исправить, что можно улучшить, что можно добавить, но если это конструктив, всегда welcome. А просто писать, как вы любите меня, не надо. Нет? Ну, можно, конечно, просто обычно так пишут, что я не рад. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...